Мужская одежда 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 чтобы купить себе еще одну пару макосин. Подождите, еще не все. Ведь у нас есть еще лоферы. Да, у нас есть еще вот такие вот лоферы. Это классическая мужская обувь. Лоферы с кисточками придумали американцы. При этом здесь у нас прям лофер-гибрид такой. Форма носка, то, что называют венецианские лоферы. Немножечко заостренные. Это типичная для Италии форма. А вот эта прорезь, которая здесь имеется на лоферах, ее использовали для того, чтобы хранить в ней мелочь. Да ты что? Да, и лоферы с вот этой прорезью часто называют пенни-лоферы. То есть монетку пенни прятали студенты на случай того, если они все деньги пропьют, они прятали сами от себя. Утром проснулся, о, что-то поблескивает, есть чем похмелиться. Это ты выдумщик. На самом деле, они когда шли сдавать экзамены, клали туда пенни для того, чтобы все хорошо получилось. Возможно, маме они рассказывали именно эту историю. Я так и запомнила. Слушай, ну я помню также, что, ну, несколько десятилетий назад учителя, по-моему, ходили исключительно в такой обуви. Я не застал, к сожалению, но я думаю, это были довольно стильные учителя. Ну, вот в том-то и дело, что тогда это смотрелось не очень-то стильно и не слишком женственно. Поэтому очень хочется понять, как можно эту обувь сочетать с современными модными вещами. Во-первых, это обувь, которая тоже должна носиться в женском варианте, только на бусу ногу. В сочетании с носками, либо цветными колготами, она будет смотреться, конечно, всегда немного грубовато. Выбирайте лоферы всегда ярких, насыщенных цветов, либо с необычным декором. Ни в коем случае ни черный, ни коричневый, однотонный, как здесь у нас присутствует и леопард, и игривая кисточка. Должен присутствовать какой-то элемент, который указывал бы на то, что это именно женская обувь. Потому что если у вас довольно крупная нога, к примеру, 40-й размер, такая обувь будет смотреться грубовато без всего вот этого декора. И, соответственно, если вы выбрали такую обувь яркого цвета, с яркой фактурой, с ярким декором, это должен быть самый яркий элемент образа. В этом и фишка. Вы используете более нейтральный фон, и для этого нейтрального фона подбираете такую яркую изюминку, тоже с мужским акцентом. Ну, эту обувь явно мужскую никто не назовет. Слушай, ну ты говоришь, что и макосины, и лоферы нужно носить без колготок или носков. Да. Значит, осенью мы вообще не будем их носить? Макосины мы можем носить только летом. Это исключительно летняя обувь. И только так, и вы меня не переубедите. Лоферы мы можем, в принципе, носить осенью, с простыми бежевыми колготами. Либо используем следик, которого просто не видно. Лоферы одинаково эффектно сочетаются как с брюками, так и с юбками. Самый известный мужчина, который носил лоферы, наверное, Майкл Джексон. И он их носил как раз с белыми носками. Ну, сейчас вы же понимаете, что это довольно конечно выглядит. Слушай, ничего себе. Давай на примере звезд разберемся, с чем лучше сочетать такую обувь. Их носили такие иконы Голливуда, как Одри Хэбборн и Грейс Келли. Грейс Келли вообще, наверное, одна из самых сильных женщин 20-го столетия. И она сочетала лоферы с брючными костюмами. Тоже, в принципе, подача как у учительницы. Но в ее воплощении это не смотрелось скучно. Это такая учительница. Мечта любого ученика. И современные звезды, и в том числе наследницы Майкла Джексона, Риана и Бейонси, тоже регулярно носят лоферы. И иногда даже цитируют вот этот образ с носками. Я хотел бы пригласить сюда Анну для того, чтобы проиллюстрировать, как лоферы выглядят на женской ножке в сочетании с женственным образом. Прошу, Анна. Здравствуйте, Анна. Обувь без каблука смотрится действительно очень женственно. Это благодаря юбке? И благодаря юбке, благодаря тому, что обувь сама по себе довольно яркая. И обратите внимание, форма лофера немного заострена, как Одри Хэбборн, к примеру. И эта форма в целом даже ноги без каблука делает более утонченными, визуально их продлевает. И обратите внимание, здесь мы надели лоферы с кожаной юбкой и с колготами, как бы намекая на то, что и осенью вы эту обувь тоже сможете поносить. Возможно, все. Мне показалось или так и есть? Лоферы как будто более демократичны, чем макосины. Да, они более универсальны. Спасибо, Анна. И к тому же из-за того, что лоферы шьются более добротно, и с более плотной кожей у них есть подошва, они более долговечны, чем, к примеру, следующий летний писк из-под рельи. А это писк этого сезона, да? Этот писк нас не покидает, как комарийный гул уже несколько лет. Ну, представь себе, я даже названия такого не слышала. Совсем уж я отстала от моды унисексов. Ни разу не видела их на улицах? Ну, наверное, видела, но скажу откровенно, мне кажется, эта обувь не слишком сексуальна будет смотреться на женской ножке. Это обувь испанских крестьян. Ну вот. У Эктора спросишь, он наверняка видел. Если говорить об женственности данного типа обуви, достаточно хотя бы вспомнить, что такую обувь носила Софи Лорен. Уж ее женственность это не повредило. Ну, у нее, правда, идеальная фигура. Может быть, это ее спасало. По-моему, есть женщины, на которых что ни надень, они все равно будут привлекательными. Ну, я бы сказал так. Вы можете носить из-под рельи, если вы довольно стройная девушка. Не обязательно такая фигуристая, как Софи Лорен, но на тучных женщинах действительно они будут выглядеть, как такие домашние тапочки. В чем особенность этого вида обуви? Подошва отличает от всех остальных, да? Да, она пришита за счет внешнего шва. И у меня вот тоже такой вариант, более закрытые из-под рельи. Такой более мужской вариант. Но здесь тоже у нас подошва пришита за счет внешнего шва. И удобно тебе совсем без каблука? Я привык. Было тяжело, но я привык. Ну, я к тому, что это действительно обувь на совершенно плоской подошве. Подошве, в отличие от этого варианта, где хотя бы сантиметра два есть. Она менее эргономична, но она оптимальна для жары. Потому что здесь, как правило, у нас стелька делается либо из пеньки, либо из соломы. За счет этого нога дышит и нога совсем не потеет. Это очень удобно. Согласна. Экологически чисто, удобно, практично. Но красиво ли это сочетается с женственной одеждой? Только в том случае, если это действительно вот такой вот яркий образец. Если они однотонные, то они всегда будут выглядеть как домашние тапочки. Например? Как цветные варианты Кэт Босфорд и Марион Катияр. Тоже, кстати, очень женственные дамы. Угу. Ни в коем случае к такой обуви не допускаются никакие колготы, чулки, гольфы. Ничего этого не должно быть. Либо следик, если вам немного некомфортно. Либо какой-то низкий носок, если это высокие спадрилеи, как у меня, у которых присутствует шнуровка. В целом же они могут шиться как из кожи, так и из холщовки, как здесь. И главное достоинство этой обуви в том, что она довольно дешевая. По сравнению с лоферами она стоит действительно копейки. И это оптимальная обувь для пляжа. Когда вы выходите вечером для того, чтобы прогуляться, вам нужна все равно какая-то закрытая обувь, чтобы вас никто за ножку не укусил. Но при этом не хочется чего-то теплого, тяжеловесного и дорогого. То есть эспадрилеи как вечерний вариант не существует? Не существует ни в коем случае. И если говорить о сочетаниях, то эспадрилеи крайне нелепо смотрятся с брюками, как правило. Исключение это такие брюки капри из хлопка, при этом желательно с эффектом выгорания. Но гармоничнее всего они будут смотреться с легкими ситцевыми сарафанами, длинными ситцевыми юбками и какими-то украшениями в стиле этно. Давай же посмотрим, в какой образ ты включил эспадриль. Я как раз выбрал вариант с этно. Прошу, Инна, к нам. Здравствуйте, Инна. Инна выглядит великолепно. Платье, претензий нет? Платье хорошо смотрится на Инне. Эспадрильи, если говорить об их месте в моде, это скорее вот то место, о котором говорят, что между модой и красотой иногда пролегает пропасть. То есть если вы на 100% уверены в своей красоте и женственности, вы можете себе позволить все что угодно. Если есть хоть небольшие сомнения, то эспадрильи, к сожалению, могут подчеркнуть какие-то недостатки. Ну, как ты оцениваешь, вот насколько в сочетании с этим платьем они хорошо смотрятся? Я считаю, что они смотрятся гармонично с точки зрения моды. С точки зрения эстетики, ну, моя бы воля, у меня бы все на каблуках бегали. Ох уж вы мужчины, это точно. Зачем я спрашивала? Я и так это знала. Спасибо вам, Инна, вы прекрасно выглядите. И я даже уверена, что кому-то из наших зрительниц понравился такой вариант, и они обязательно прикупят себе парочку вот такой летней обуви. Дорогие, если и у вас есть вопросы к нашим экспертам, пишите нам по адресу в sebo.dobrasobaka.okr.net Ром, есть ли противопоказания для обуви без каблука или на совсем низком каблуке? Мне кажется, все-таки не всем женщинам, даже при большом желании, можно такой обувь носить. Нужно учитывать, что обувь на низком ходу – это всегда немножечко визуально укороченные ножки. Если вы всю зиму ходили в сапогах на каблуке, переходя на летнюю обувь на низком ходу, вам будет казаться, что вы все время как будто потеряли немножко в объеме ног. К тому же, если у обуви нет подъема, как вот, к примеру, у исподрили, они не делают форму ножки. Нога немного не напрягается, форма не подтягивается. И если у вас широкая коленка, либо широкая щиколотка, это будет очень заметно, учитывая этот момент тоже. И такой фактор, как подъем. Если у вас очень широкая нога, очень большой подъем, то лучше выбирать все-таки либо босоножки с ремешками на подъеме, либо более закрытую обувь, потому что, к примеру, макосины вот такой формы подчеркнут подъем. Спасибо тебе, Рома, огромное. Даже в обуви практически из мужского гардероба настоящая женщина сможет выглядеть эффектно и модно. Чего я вам искренне и желаю.